На соседание были приглашены руководители надзорных и правоохранительных органов депутатского корпуса, федеральных и региональных служб, крупных городских предприятий всех отраслей, в том числе аэропорта, РЖД и предприятий санаторно-курортной сферы. На связи с мэрией были все четыре района курорта. Сегодня мы с вами забрались в новом формате по городской селекторной видеосвязи, дабы исключить нахождение большого количества людей с учетом выполнения всех рекомендаций. Вчера вышло изменение в постановлении губернатора Краснодарского края Венемина Ивановича Кондратьева, запрещающее массовые мероприятия числом свыше ста человек. Самая главная задача, чтобы все вы, ваши коллективы оперативно отработали поручения президента Российской Федерации, губернатора Краснодарского края. Мэр подчеркнул, что руководители всех предприятий обязаны принять меры предосторожности и проводить с сотрудниками разъяснительную работу, особое внимание транспортным узлам. Международный аэропорт принимает в сутки 6-7 тысяч пассажиров. Все они проходят термобитрический контроль. Контактные поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, контролируется также состояние работников авиагавани. Меры профилактики предпринимаются и на железнодорожных вокзалах Сочи, усилят профилактическую работу и на въезде в город. Мэр поручил главам Адлерского и Лазаревского районов направить на это дополнительные силы и средства. Здесь Сергей Иванович Могурцов согласен. Все въездные ворота в наш город, пост Магри и пост ПСО, должны быть обеспечены всем необходимым. Если нужно будет мерить каждый автобус приезжающих людей температуру, значит будем это делать. По информации Роспотребнадзора, ситуация в городе стабильная, заболевших нет. Тестирование тех, кто вернулся из-за границы или болеет у РВИ, производится на базе специализированной лаборатории. Такая возможность появилась в Сочи пять дней назад. Мэр подчеркнул, что город должен быть полностью обеспечен необходимыми тест-системами. Мы, если делали 24-25 человек в сутки, то, начиная уже с сегодняшнего дня, едет нам усиление со Ставрополь, с Новороссийской специалисты. И мы будем делать в день где-то до 300 человек. С сегодняшнего дня в школах и детских садах Сочи введен режим свободного посещения. Школьные каникулы будут продлены. Ученики будут дома с 21 марта по 11 апреля. В случае необходимости для начальных классов организуют дежурные группы вместимостью не более 15 человек. Дополнительные занятия и тренировки также будут отменены на этот период. Каникулы в это время будут во многих регионах страны, поэтому ожидается приток отдыхающих. Уже на выходных мы ожидаем огромный поток жителей со всей страны, тех, кто привозит сюда свои семьи для того, чтобы провести здесь весенние каникулы. От того, как каждое отраслевое подразделение, как каждый хозяйствующий субъект подготовится к приему гостей и обеспечит необходимую санитарную эпидемиологическую обстановку на своей территории, на своих объектах, будет зависеть много. По поручению Алексея Копайгородского в городе работает горячая линия 112. Звонки в экстренную службу переводятся на специалистов городского оперативного штаба. На линии работают сотрудники Министерства здравоохранения края, Департамента курортов и туризма, Управление потребительского рынка, Управление гражданской обороны. Работу оперативного штаба проверил сегодня глава Сочи. Он отметил, что все звонки должны приниматься круглосуточно. Люди, прибывшие в Сочи из тех стран, где были выявлены случаи заражения коронавирусом, обязаны передать данные о времени и месте их пребывания на горячую линию Минздрава Краснодарского края по телефону 8 800 2366. Вся информация будет передана главному врачу поликлиники по месту пребывания. Он свяжется с пациентом и дистанционно оформит ему больничный лист для карантина.